МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Италия. Благословенная земля, где даже свирепые мафиози боготворят искусство кино. Рим. Священный город, где каждый мальчишка мечтает стать или крестным отцом, или, в крайнем случае, кинозвездой. Но от криминальной романтики Леоне излечила реальность. Его школьный товарищ связался с бандитами и погиб в перестрелке. От гламурной романтики экрана его излечил отец, режиссер Винченцо Леоне. Он привел мальчика на студию чини-чита, усадил под раскаленными софитами и заставил вслух читать какой-то дряной сценарий. Серджио сбежал из павильона через несколько минут. Ему было 14 лет. Леоне потребовалось еще 4 года, чтобы заставить себя снова пойти в кино. На этот раз Серджио был твердо уверен, если уж не сниматься, то снимать он будет непременно. Только он не знал, что руководить процессом еще сложнее, чем сидеть под софитами. Папа работал ассистентом режиссера на похитителях велосипедов. Он говорил, что режиссер Дэ Сика научил его главному рассказывать простые истории. Как ни странно, это невероятно тяжело. Это проблема всего кинематографа. А еще он говорил, что в кино обязательно должен быть герой. Если режиссер найдет своего героя, он станет великим. Отец был хорошим учеником. Пускай и немного себе на уме. Своего героя Серджио Леоне увидел на Венецианском кинофестивале в самурайском боевике малоизвестного тогда японца Курасавы. Немного стилистической коррекции, доля географической перспективы и осенью 64-го года на экраны шагнул хладнокровный мистер Никто. Человек без прошлого и, вероятно, без будущего. Благородный мститель с горящим взглядом ковбоя. Фамилия в титрах Боб Робертсон и товарный знак «Сделано в Америке» добавляли истории манящей заграничности. И псевдонимы «Фальшивый товарный знак» принесли Серджио Леоне грандиозный, пускай и скандальный успех. Фильм за пригоршню долларов мгновенно стал эталоном нового жанра в киноискусстве, который американцы неполиткорректно окрестили «Спагетти Вестерн». Спагетти Вестерн был наиболее правдив и реалистичен, чем американский. Итальянцы показывали жизнь такой, какой она могла быть на Диком Западе. Дикие люди совершают дикие поступки, потому что добро и зло – это одно и то же. А эти взгляды, они как пули припечатывают к стенке. Характер героя, его суть – там есть все. Это лучшее, что я видел в кино. Когда на площадке мне нужна подобная эмоция, я кричу оператору «Дай мне Серджио Леоне! Дай мне, черт побери этого распроклятого мать вашу, Серджио Леоне!» Перед тем, как взяться за «Однажды в Америке», Леоне не снимал 12 лет. Ему не давали работать, хотя и позвали в Голливуд. Для американских продюсеров он так и остался чужим. Ему говорили, что после успеха «Крестного отца» браться за криминальную драму такого масштаба – самоубийство. Серджио всех внимательно слушал и продолжал искать деньги. Это было невероятно трудно, но он верил в свою идею. «Крестный отец» Здесь нет ни плохих, ни хороших. Совсем как в римском детстве Серджио, когда твой друг-бандит погибает на улице просто так, в случайной разборке. Здесь нет ни выигравших, ни проигравших. Совсем как в профессиональной жизни сеньора Леоне. Несмотря на лестные отзывы критиков, картина «Однажды в Америке» не принесла его создателю больших дивидендов. После того, как из оригинального трехчасового фильма цензоры вырезали почти 30% материала, глубокая философская история превратилась в обычную, пускай и качественную мелодраму. Авторский вариант фильма «Мир увидел только после смерти Серджио Леоне» в 89-м. Увидел и был потрясен. Одним из первых зрителей был исполнитель роли молодого лапши, актер Скотт Тиллер. Я смотрел на экран и вспоминал, как мы это делали. У меня слезы наворачивались на глаза. Это же мое детство. Леоне обращался с нами как отец, и мы понимали его с полуслова, хотя говорил он только по-итальянски. Он умел так образно жестикулировать, что переводчик просто сидел без дела. Кстати, я тоже выучил одно слово по-итальянски – «стронцо». Только забыл, что оно значит. Два года Серджио Леоне надеялся, что однажды в Америке увидит некастрированную версию драмы «Однажды в Америке». Когда сил надеяться не осталось, режиссер взялся за другую работу. Фильм о блокаде Ленинграда должен был стать его следующей картиной. Еще одна простая история о жизни в непростых условиях. От этой безумной идеи остались только черновики и пустая тетрадь с надписью на обложке. Ленинград. Автор сценария – Серджио Леоне. Я, моя мама, мои сестры и мой брат – мы все помогали ему собирать материалы для этого фильма. Ходили в библиотеки, пропадали в архивах. Мы хотели, чтобы он меньше напрягался. Врачи не советовали папе нервничать. Но он нас не слушал и старался все делать сам. Так было всегда. Наверное, потому его сердце и не выдержало. Оно просто перегорело. К сожалению, папа с детства не любил позировать. Так получилось, что после него нам остались только его фильмы и несколько кадров с репетицией «Однажды в Америке». Интересно, что смогут сказать о нем потомки, глядя на эти кадры. Большой человек с бородой и усами. Что-то увлеченно рассказывает, над чем-то смеется. Его слушают, значит, ему верят. Наверное, это был хороший человек. В общем, так оно и есть. КОНЕЦ КОНЕЦ